Здравствуйте, уважаемые друзья и дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. И сегодня мы продолжаем наши беседы о лечении депрессии. Сегодня мы вам будем рассказывать о том, что круче, кто кого сборит БАДы или плацебо при лечении депрессии. Итак, мы уже с вами говорили о том, в чем состоит идея использования БАДов при депрессии. Идея состоит в том, чтобы восполнить псевдодефицит, я подчеркиваю, псевдодефицит нейромедиаторов. На самом деле никакого дефицита нейромедиаторов нет. И на пути у такого экспериментатора, биохакера или человека, злоупотребляющего антидепрессантами, стоит очень и очень важная проблема. Большую часть серотонина и дофамина производит наш желудочно-кишечный тракт. Именно здесь производятся нейромедиаторы. Поэтому, если вы назначаете какой-то БАД, биологически активную добавку, которая является прекурсором нейромедиаторов, то работать она будет прежде всего в желудочно-кишечном тракте. Именно там и будет происходить синтез всяких серотонинов, дофаминов, которые так нравятся биохакерам. А головному мозгу будет доставаться, извините меня, фига. Но самое интересное, что ведь серотонин, да и дофамин, которые производятся в желудочно-кишечном тракте, будут давать побочные эффекты по всему организму. Но прежде всего там, где это связано с пищеварительной системой. Соответственно, что мы получаем, если мы назначаем БАД при депрессии? Мы получаем для головы фигу, а в желудочно-кишечном тракте мы получаем побочные эффекты. Депрессия, конечно, не проходит. Другое дело, эффект плацебо. Мы уже говорили о том, что человек очень часто верит в силу таблетки. Человек очень часто верит во врача, который назначил эту таблетку. И многие врачи этим пользуются. Они, например, проводят так называемую плацебо-терапию. Назначают препарат, похожий на плацебо. Ну, например, есть такой антидепрессант вальдоксан, который, собственно, по эффективности приблизительно сопоставим с плацебо. И очень многие врачи именно этим и занимаются. Но пациент верит в то, что этот препарат работает. И, соответственно, он действительно начинает работать. Что такое наша вера? Что такое вера пациента? Это активизация определенных нейронов. И, соответственно, вот эта вся совокупность того, что он знает о препарате. Какие он знания получил. Особенно хорошо, если врач еще что-нибудь хорошее о препарате скажет. Все это в совокупности вот и дает так называемый положительный или плацебо-эффект. Который, еще раз говорю, является эффектом лечебным. Ну, если мы все это суммируем, то мы получаем следующую схему. Итак, мы назначаем пациенту плацебо. Нет никаких побочных эффектов со стороны пищеварительной системы. Потому, что это пустышка. А надежда начинает работать в головном мозге. И депрессия проходит. Понятно, что эта схема разительно отличается от того, что происходит при назначении всяких БАДов. Там, как вы помните, побочный эффект со стороны желудочно-кишечного тракта. И в головном мозге ничего не происходит. Ну, надо вам сказать, что эти знания, они, в общем-то, конечно же, всем известны. Но, тем не менее, существуют люди, которые решили это понять экспериментально. Вот они сделали очень крупное исследование. По-моему, там по 200 больных. И они сравнивали. Что эффективнее при лечении депрессии? 8 недель. Двойное слепое, рандомизированное, контролируемое исследование. Что эффективнее? Плацебо или различный набор АДов. Что же они получили? Конечно же, они получили все то, о чем я вам говорил. Итак, оказалось, что плацебо гораздо эффективнее набора БАДов. Почему это происходило? Это происходило понятно почему. Мы с вами говорили о том, что большая часть нейромедиаторов изготавливается в кишечнике. Именно на это БАДы и расходуются. Головной мозг не получает ничего. А в пищеварительном тракте получаются побочные эффекты. В частности, тяжелая тошнота. И это действительно очень влияет на больных. Мало того, что он не получает улучшения в состоянии, но он еще получает и побочный эффект. Иное дело, конечно же, плацебо, которое оказалось эффективнее БАДов. Никаких побочных эффектов. Одна чистая надежда в голове. И, соответственно, эффективность такого плацебо-терапии депрессии была довольно высока. Кто хочет, почитайте это исследование. И, в общем-то, считается, что плацебо является действительно одним из самых мощных лекарств при лечении депрессии. Мы говорили, правда, о том, что проигрывает антидепрессантам. Но, как вы видите, выигрывает у БАДов и довольно серьезно. Ну, а почему еще вообще действует плацебо? Депрессия, следует помнить, не вечное состояние. В какой-то момент она обязательно проходит у подавляющего большинства больных. Да, бывают затяжные депрессии. Да, бывают случаи резистентной терапии. Но, в целом, депрессия хороша тем, что она обязательно проходит. И если это совпадает с приемом плацебо, то тогда, конечно же, плюс плацебо-терапии. Спасибо вам за внимание. Если вам понравился наш ролик, то ставьте нам лайки. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, становитесь нашими спонсорами. Жертвуйте там деньги, реквизиты, счета вы увидите в описании нашего ролика. Спасибо за внимание.